Ничто так сильно не объединяет людей, как совместное участие в благом деле. Делегация из Дербента прибыла в Махачкалу на место строительства Духовного Центра имени Пророка Иссы. Целью визита жителей старинного города стало не только посещение будущей достопримечательности, но и посадка деревьев в аллее, прилегающие к Духовному Центру. С места событий Абдулалиев. Ранним утром жители Дербента собрались вместе, чтобы направиться в сторону столицы к месту строительства Духовного Центра имени Пророка Иссы. Десятки машин с сотнями людей выехали из города с одной благой целью – внести свой вклад в облагораживание территории вокруг будущей Духовной Жемчужины Республики. В частности возглавивших делегацию южан сам мэр Дербента Хизрия Бакаров. Известные религиозные и общественные деятели и простые граждане Древнего Города. Для посадки они выбрали лучший вид деревьев – три вечно зелёные магнулии, которые теперь, благодаря инициативе дербенцев, будут красоваться на территории будущей аллеи, прилегающей к Духовному Центру. Созидательный труд и благая цель объединяют всех – старшее и молодое поколение, представители разных профессий и слоёв общества. Посадив деревья, значимым для дагестанца вместе, люди оставляют наследство своим потомкам не только тенистую аллею, но и пример благих поступков. По-моему, впервые мы собрались, когда все вместе объединились и сажаем зерно, которое принесёт свои плоды. Сегодня мы посадили дерево, вы видите, оно уже зелёное. Это значит, наконец-то, все вместе начинаем объединяться и что-то для города, для Дагестана делать хорошее. Мы очень рады, что мы в этом участвуем. И все дербенцы, потому что одно из этих деревьев называется именно в честь всех жителей Дербента. Мы будем приезжать, будем смотреть. Но чем больше таких акций будет по всему Дагестану, нас всех, дагестанцев, будет объединять. Как ранее было сказано, надеемся, что это будет причиной нашего сближения, увеличения любви друг к другу, переживания друг за друга. И в дальнейшем это только то, что мы сегодня посадили, а дальше, в дальнейшем, иншалла, мы плоды этого увидим. И плоды увидим не только тех деревьев, которые мы посадили, увидим плоды того братства и сближения, о котором сегодня ранее говорилось. Далее традиционное фото на память, а также ставшее уже не менее традиционным дружное произнесение лозунга Духовного Центра. Давайте вместе строим Духовный Центр! Отметим, что одно из деревьев было посажено в честь подвижника пророка Мухаммада, миром и благословения, похороненных на Дербенском кладбище Керхляр. Главная цель приезда выполнена. Деревья посадили. Но на этом все не закончилось. Сейчас вся делегация направляется на место проведения специального торжественного мероприятия. Мероприятие проходило внутри будущей мечети имени пророка Мухаммада, миром и благословения Всевышнего. В торжественной обстановке всем, кто причастен к этой акции, были вручены специальные сертификаты. Очень радостный день для дербенцев. Почему? Потому что по прошествии 14 веков дербент и дербенцы не забыли славных подвижников пророка, которые донесли до нас свет истины, свет ислама. И через тысячелетия мы сегодня решили за упокой их души, за их память с подвижников пророка посадить деревья. В этом плане дербенцы готовились усердно. Каждый, кто смог, внес свою лифту в это благородное дело. И сегодня вот такой дружной делегацией приехали сюда. Мы знаем сажать деревья сунна пророка, и все жители дербента сегодня сплотились, приехали сюда, чтобы оживить эту сунну, поучаствовать в этой акции посадки деревьев на народные аллеи. И я думаю, еще более что важно, то что мы все дербенцы объединились и приехали сюда. Мероприятие сопровождалось исполнением нашидов. Была также проведена викторина на знание истории дербента. Для жителей древнего города этот день стал настоящим праздником. Сегодня очень важный день, знаменательный день. Пришли на такое святое место посадить деревья. Внесли свой небольшой вклад в строительство мечети. Очень вдохновлен тем, что я здесь присутствую, и что Всевышний Аллах дозволил мне такой шанс, дал мне такой шанс присутствовать здесь. Я очень мечтал об этом, и дерево посадить, и мне удалось это сделать, участвовать в этом мероприятии. Думаю, что очень важный день. Один из важных дней, наверное, еще важнее будет день открытия. Надеюсь, мы этот день тоже увидим. Очень рады, что нам тоже такой день выпал, что мы тоже посадили дерево. День выдался насыщенным. Дербенцы побывали на месте строительства объекта, который в будущем будет одной из главных достопримечательностей республики. Несомненно, дербенцы, как и многие другие жители Дагестана, став сопричастными к этому градиозному событию, теперь навсегда сохранят этот день в своей памяти. Абдулла Алиймуса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Абдулла Алиймуса Салгиреев, телеканал НТ, Махачкала.